Привет! Что читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Света Облязова. Евгений Чеширко, молодой писатель, который появился в литературной сети нашей страны, очень внезапно и неожиданно. Именно это событие впоследствии очень сильно повлияло на его жизнь. Написав несколько рассказов, он решил, что это очень веселое и увлекательное занятие. Результатом таких развлечений стал выпуск первой, затем второй, а вскоре и третьей книги. Евгений не планирует останавливаться на достигнутом и продолжает писать рассказы и произведения других жанров. Своё творчество Евгений начал в 2014 году. Именно в этом время появились первые части дневника домового. Всё это продолжается до сих пор и постепенно переросло в основную деятельность автора. «Я такой бедный, такой несчастный, такой маленький, такой бледно-зелёный. Маховичок выпятил нижнюю губёжку и прикрыл себя листом папоротника. Весёлая капля только-только занимавшегося летнего дождика шмыгнула в прореху между узкими листьями и шлёпнулась на оттопыренную губу страдальца. Вот и капли на меня падают, хоть бы одна промахнулась, а то всё на губу, на нос, за шиворот. Ух!» Маховичок, закрыв глаза, и заскулил, как раненый муравей. Мимо островка с зелёным пушистым мхом бежала мышка. Увидев маховичка, полёвка остановилась, встала на задние лапки и покачала головой. «Всё, сидишь, муховец, и не надоело тебе страдать день и ночь?» Маховичок распахнул глаза, подобрал пузико, грушу и с жаром ответил. «Нет, и никогда не надоест, потому что я самый несчастный персонаж нашего несказочного леса». «А вот и нет», — заявила мышка. «Есть куда несчастнее, сама видела». Глаза маховичка созились и налились болотной тиной оливкового цвета. Шевелюра пошла чёрными пятнами. «Врёшь, погрязуха, я один такой». «А вот и не вру», — не уступала мышка. «Сходи да сам посмотри». «На кого смотреть-то?» «На комари, хумари ванну». Совесть у неё проснулась. Третьи сутки капли крови в хоботок не берёт, с голоду пухнет. Вот это подвиг, а ты только и знаешь, что прочитать, а на самом деле просто жертвой прикидываешься». Мне бурундук всё-всё про это рассказал. Маховичок не верил своим ушам. Кто-то посмел его подвинуть, подсидеть с какой-то там совестью, но нет, делиться это точно не про него. Маховичок засеменил на коротеньких ножках к болоту, где обыкновенно таились комары в ожидании случайных жертв. Героиню дня искать не пришлось. В старом подсохшем отпечатке лосиного копыта бушевало собрание пескунов. «Мария Ивановна, призываю, бросьте вы совесть эту проклятую», – пищал главный тучный комар в чёрную крапинку. «Как же я её брошу?» – слабым страдальческим голосом пищала Мария Ивановна. «Она часть моего организма, как второе сердце. Бросьте сию же минуту», – досадливо фыркал комаринный вождь. «Комаринная популяция в опасности. Вы ставите под угрозу весь наш народ». Вожак выдохнул и мягким тоном продолжил. «Смотрите, столько добровольцев готово подставить плечо или лодыжку в надежде избавить вас от мучений. Может, группа крови нужна особая или возраст имеет значение?» Сегодня речь пойдёт о сборнике рассказов о любимце Рунета Домовом под названием «Клуб Домового», который можно найти среди новинок Книжного фонда Дворца Книги. Главный герой, знаменитый Домовой «Гроза сантехников» представляет читателям своих коллег и друзей. Леших и Домовых, Кикимор и Русалок, Упырей и Вурдалаков, ну а среди приглашённых звёзд – Баба Яга, Кощей Бессмертный, Змей Горыныч и все те, кому посчастливилось с ними встретиться. «Клуб Домового» – это не просто очередная книга-чеширка из серии о Домовом. Этот сборник писатель написал вместе со своими авторами-друзьями. Незамысловатость сюжета, слог написания и язык общения героев – всё это делает книгу лёгкой и интересной для чтения. Жизнь героев приплетается с жизнью людей. Они также радуются, любят, страдают. Даже самые страшные персонажи не лишены доброты. В каждом рассказе своя история, своя мораль. Комар указал на вереницу животных, ожидающих решения. Заяц отметил крестиком переднюю лапку и приветливо шевелил ушами. Волк модно вздыбил чуб, подвёл глаза угольком, вырвал клок шерсти на хеленьком бицепсе и, призывно хлопая глазюками, соблазнял комариху. Медведь поставил малиновый отпечаток на лбу и танцевал индийский брачный танец, активно работая бёдрами. Лебедь притворялся умирающим и истошно гакал. «Я умру, если она меня не укусит! Я умру! Я умираю! Я умер!» Лебедь распластался на болотной гнильце и вывалил язык на бок. Дальше стояли доноры помельче – бобёр, бурундук и крыс. Муховичок оторопел. Какой позор! Шарлатанство! И он так этого не оставит. Война. И больше, не меньше. Сколько бы он бледно-зелёный и несчастный не страдал, никто, даже самый захудалый жук-навозник, не обратил внимания. А тут и душегубка. И на тебе. Но никогда ещё Муховичок не проигрывал, поэтому пригладил непослушную шевелюру, расстегнул верхнюю пуговицу курточки, отметил куском торфа шейную артерию и встал в очередь. Между тем время бежало своим ходом, и добровольцы с урчанием в животах удалялись из очереди. Сначала свесил уши до земли и ушёл заяц. За ним, крадучись следом вслед, попадался лис. Медведь, ломая кусты, но продолжая выписывать тазобедренную восьмёрку, двинулся к малиннику, а бобёр, бурундук и крыс давно играли в карты, забыв про чужие страдания. Только лебец валялся на тропинке, изредка сладко всхрапывая. Комаринный главарь, изнурённый переговорами и голодом, объявил «Друзья, обеденный перерыв». Как по команде, троица картёжников разбежалась в разные стороны, а комары, давно поделившие азартных игроков между собой, обречённо повесили носы и разлетелись кто куда. Пользуясь случаем, Муховичок перебрался ближе к Комарихе. А вот что говорят читатели о сборнике Клуб Домового. «Отличный сборник. Я бы не стала данной рассказой относить конкретно к жанру сказок. Мне кажется, здесь прям-таки мораль моральная в конце каждого повествования. Сказка-басня получается с примесью прочего фольклора. Чтение заставило меня улыбнуться и познакомиться с доселе неизвестными мне персонажами. Не знаю, что бы я делала без книг Чеширка. Настоящие, ироничные, добрые, порой грустные рассказы, после которых есть над чем задуматься. Давайте не будем забывать нашу культуру. Домовые, Лешие, Кот Баюн, Кощей, Баба Яга — это наша мистика. Книги Чеширка обязательны к прочтению тем, кто не видит света в конце тоннеля». Центром произведения является личность героем, а главными элементами — события и обстоятельства его существования. Из-за талантливого и опытного изображения персонажей хочется быть среди них и оставаться с ними как можно дольше. Захватывающая тайна, хитросплетенность событий, неоднозначность фактов и парадоксальность ощущений гениально вписаны в эту историю. Легкий и утонченный юмор подается в умеренных дозах, позволяя немного отдохнуть и расслабиться от основного потока информации. «Тяжело тебе?» «Ох, маховец, страсть как тяжело! А что тяжелее всего? Тяжелее всего держаться!» «Но я смогу!» — слабо заверила комариха. «Сам-то как!» «А я, ты не поверишь!» — начал задорный маховец. «Я теперь новые стратегии придерживаюсь и абсолютно счастлив». Маховец улыбнулся, не то страшный, не то глупый, но совершенно неумелой улыбкой. Глаза комарихи разгорелись огнем. «Ой, расскажи, я тоже хочу, а то как и помру кислой капустой!» Ну и, ну, если ты спросишь по секрету, то, конечно, я расскажу. Все очень-очень просто. Счастлив, когда несчастлив. Звучит вдохновляюще. А как это? Подробности, пожалуйста. А, подробности. Тут сначала пробовать надо, а потом эффекту ждать, фиксировать свою счастливость. И что, это помогает? Еще как! Все думают, что ты несчастлив, а ты наоборот, жуть как счастлив. Будешь пробовать? Конечно, буду, засуетилась комариха. Тогда давай, тяпни меня вот в шею, и будешь еще несчастнее страдать. Вот не смогла, слабой совсем, а внутри будешь счастливая-счастливая. Ой, как мудро! А это откуда у тебя такое? Из Тибета? Ну, скажешь, тоже из Тибеты. Из Инета. В соцсети, матушка. Комариха навела хоботок и попыталась впиться в горло маховца. Но горло из толстой вековой бересты никак не поддавалось. Тем временем к болоту стали обратно встягиваться добровольцы. Челюсти отваливались одна за другой. Смотри, что творится. Спасите, спасите, заголосил маховец. Стайка комаров кинулся на помощь и оттащила Марию Ивановну от маховца. Старичок нацепил самую несчастную физиономию и, всхлипывая, икая, запинаясь, заголосил. Только вы ушли, как Мария Ивановна эту укусница бессовестно кинулась на меня. На меня, бескромного, бездушного, маходревесдержащего. А ведь я и сам готов был. Вы видели? Звери интенсивно закивали. По-хорошему хотел, в очередь стал, а тут все несчастья на меня попадали. Маховец залился горючими слезами, утираясь курточкой и кусая от тихого ликования пуговицу. Да ты сам, возразила комариха. Говорил, стратегия счастья. Ага, и сам шею подставил. Все не как у зверей. Маховец так жалобно выл, что довел зверей до слез. Все кинулись его утешать, совать лесные вкусности и жалеть, 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 жалеть никогда. Никогда еще маховец не был так искренним, полноценно несчастлив, потому что счастье, оно внутри, а несчастье еще подстроить надо. Но, конечно, главная мысль Клуба Домового не так проста, как кажется на первый взгляд. Автор не спешит нам раскрыть идею произведения, но через действие, при помощи намеков в диалогах, постепенно приводит читателя к ней. Существенную роль в успешном, динамичном, красочном мире сыграли умело подобранные художественные образы. Удачно выбранное время событий помогает читателю углубиться в проблематику и задуматься над рядом жизненно важных вопросов. О каких именно, сможете узнать только, прочитав книгу, которую вы сможете найти в Центре чтения Дворца книги. Субтитры создавал DimaTorzok